Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Эдот Васильевич Сычков, российский советский художник, живописец, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник Мордовской АССР. Родился в селе Кочелаево в бедной крестьянской семье 13 марта 1870 года. Рано лишившись отца, познал в детстве много нужд и обид. Я цитирую Википедию. Учился в трехклассной земской школе села. Способности к рисованию проявил с детства. Занимался рисованием у учителя школы Дюмаева. Работал в иконописном мастерской, писал фрески в церквях, выполнял портреты по фотографиям. С 1885 по 1887 год работал в сердопске Пензенской губернии у подрядчика иконописца Решетникова. С 1887 по 1892 год жил в Кочелаеве. Самостоятельно занимался живописью, писал иконы, портреты односельчан. В 1892 по заказу генерала Ивана Андреевича Арапова, имение которого находилось неподалеку от Кочелаева, написал картину «Закладка станции Арапова». Показанный директором рисовальной школы для вольно приходящих Евгения Александровича Сабанееву, картина произвела впечатление. Отметив талант Сычкова, Сабанеев посоветовал привезти юношу в Петербург. Переехал в Петербург, поступил учиться в рисовальную школу «Общество поощрения художеств». Поддержку ему оказал генерал Иван Андреевич Арапов. Окончил рисовальную школу в 1895 году и стал вольнослушателем высшим художественного училища при Академии художеств. Продолжал жить в Петербурге, где много успешно работал, женился на Лидии Васильевны Анкудиновой в 1903 году. Своим главным учителем Сычков считал Репина. Основной жанр его творчества – пейзажно-бытовой, но он также успешно работал в жанре портрета. В 1900 году Сычкову было присвоено звание художника за картину «Вести с войны». В 1905 году достоин премии имени Куинджи на весенние выставки в Академии художеств за картину «Мяльщицы льна». Избран членом Комитета общества взаимного спомообществования русских художников. Путешествовал по Западной Европе, побывал в Италии, Франции, Германии, привез много пейзажей Рима, Венеции и морских пейзажей. Работы Сычкова неоднократно отмечались на российских и международных художественных войстах. В 1918-1920 годах участвовал в оформлении революционных праздников в городе Наровчате на станции Арапова и в родном селе Кочелаеве. Последние годы жил в Саранске, где и пользовался заслуженным уважением. Там он и скончался 3 августа 1958 года в возрасте 88 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о российском-советском художнике-живописце Федоте Васильевиче Сычкове. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.